девчонки всем привет это марина сегодня очень пасмурно поэтому будет электрический свет и я еле нашла место куда можно поставить камеру чтобы хотя бы было что-то видно я надеюсь что у меня получится показать все продукты которыми я пользовалась на прошлой неделе и конечно же показать вам продукты которые я выбрала на новую неделю и так то что на экране это у меня все было на прошлой неделе а здесь у меня были тени ингл от которыми я пользовалась можно сказать что практически каждый день очень мне нравятся эти тени я также использую вот эти вот два оттенка в качестве хайлайтера очень красиво деликатно смотрится мерцание такое ненавязчивое нежное нравится дальше покажу вам свой результат если вы помните то в прошлом видео я сказала что не буду менять румяна пока в этих румянах не увижу какую-то дырочку что якобы заканчивается этот продукт и в общем то свершилось чудо в розовом оттенке у меня появилось вот такое вот отверстие как видите что я очень даже неплохо поработала с этим продуктом на этой неделе а и в общем то мне даже хочется продолжить но я наверно поменяю на что-то другое все таки я даже делала контурирование вот этими темными оттенками розовые как румяна наносила и я рада что наконец-то хоть какой-то тут проблеск хоть какая-то надежда на то что этот продукт все-таки когда-то закончится дальше не закончился у меня парфюм вот этот от левант от манталь темный пурпур ну в общем то я его не собиралась заканчивать также пользовалась базой эльф белой гель для бровей люмене был тушь клоранс блеск буржуа он у меня не закончился но вот здесь вот видите уже есть пустоты и в общем то я думаю что на следующей неделе точнее уже на этой этот продукт закончится очень плохой фокус видимо из за электрического света но я думаю вам видно что вот здесь вот уже посредине все пустое сам продукт остался только сверху и снизу дальше карандаш арифлейм пока что особых результатов нету не получается вот этим карандашом безымянным коричневым я пользовалась в принципе мне даже понравилось в качестве матовой помады и также совместно с блеском буржуа я использовала затачивала его один раз на неделе что в принципе тоже какой-то прогресс так кармекс бальзам использовала каждый день использовала пудру armani оттенок ноль он был от арифлейм янтарный эликсир закончить его не получилось хотя я пользовалась каждый день а так что оставлю его еще на следующую неделю а раз уж пообещала что буду заканчивать надо так надо в общем то я человек такой дисциплинированный люблю себе всякие цели даже в таких несущественных делах как косметика мне это нравится а я получаю удовольствие когда у меня что-то заканчивается думаю что среди моих подписчиков есть такие же девочки во всяком случае кто-то смотрит эти видео значит кому то интересно тональная основа у меня была буржуа в общем то тоже я ее неплохо использовала ее там совсем уже мало тоже осталось оттенок у меня 52 ваниль если кто-то забыл вдруг и один раз я использовала матовую помаду от никс когда ходила в театр а кстати хочу вставить в это видео немножечко из театрального шоу я не думаю что это будет каким-то особым нарушением то есть там буквально ну может пару минут если вам интересно обязательно посмотрите постановка называлась лэйдис найт это а 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 Субтитры подогнал «Симон» Летов Кучиневский Хореограф, постановщик, спектаклей «Пазл» и «Влюшкин» Как всегда, кое-что оставила с прошлой недели. Это парфюм «Арифлейм Янтарный Эликсир». Два карандаша, один для губ коричневый и второй это «Арифлейм» двухсторонний для «Векры» «Трашик Каял». Я его заканчиваю, также заканчиваю блеск от «Буржуа». И оставляю вот такую вот базу «Эльф» белую мерцающую. Что я добавила? Добавила я две туши от «Диор». Я как-то вообще забыла, что они у меня есть. В общем-то, опасно иметь много косметики, потому что просто что-то может где-то залежаться. И ты забываешь, что у тебя вообще эти продукты существовали. В общем-то, эти две туши у меня уже такие далеко не новые. Они немного подсохли, и на этой неделе я решу, что мне с ними дальше делать. Вот эту вот я уже точно решила, что я буду использовать для бровей. Я уже попробовала. В общем-то, гель для бровей, она нормально наносится и хорошо держит брови целый день. Поэтому я буду ее использовать в таком ключе. Это «Дёршевый коник». Для самих ресниц мне она не очень нравится все равно. Вот. А так как она немножечко уже подсохла и не такая жирная, то для бровей вообще классно она мне подходит. Поэтому ее оставляю. И вот эта тушь я ее буду использовать непосредственно на ресницы. Это «Диор Шоу». Классическая, тоже от «Диор». Посмотрим, насколько она еще функциональна. И на следующей неделе я вам об этом расскажу. А также помады у меня будут, кроме блеска «Буржуа», у меня будет помада «Севентин», 368 номер. Такая обычная бежевая, нюдовая, красиво ложится. На каждый день супер. Можно наносить спокойно без зеркала. Где-то там даже по дороге очень удобно. Карандаш для век я буду закреплять тенями «Вов». Вот в таком голубом оттенке. В общем-то, оттенок не слишком насыщенный. И он как-то не отдает свой цвет. Поэтому совместно с карандашом это просто будет закрепление. И не более того. Основа «Stale Day» от «Essence». Оттенок 15. Он мне немножечко темноват. Но я наловчилась смешивать такой оттенок вместе с дневным кремом. Крем у меня от «Clinique», который из трехступенчатой системы. Точнее, это даже не крем, а гель. Вот. И неплохо, в общем-то, это все наносится. Не темный получается оттенок. Меня нравится. Закреплять буду пудрой «Живанши». «PRISM Libre». Вы ее у меня уже видели много раз. Продолжаю ее любить. С более темными оттенками тональных основ. Она особенно хорошо дружит. Мне очень нравится. Также буду пробовать закончить румяна от «Dior». Попытка номер 100. Но все-таки давайте продолжать с ними работать. Мне они очень нравятся. Ну, как я уже говорила раньше, что упаковка оставляет желать лучшего. Она уже поистрепалась. Поэтому сам продукт мне хочется побыстрее закончить. Так как я не могу эту вещь куда-то с собой даже взять. Вот. Только дома ее использую. Бальзам будет вот такой. Это «Арифлейм». «Pure Nature». С красным яблоком и овсом. Вот такой вот оттеночный красный. Также красный у меня будет лак для ногтей. И я уже так давно не красила обычными лаками свои ногти, что я просто-напросто отвыкла. Вот сейчас я что-то там попыталась изобразить. У меня как-то это очень плохо получилось. В общем-то, нужно дать отдохнуть ноготкам после гель-лака. Потому что они уже как-то слишком истощены. И сейчас для маникюра я выбрала два таких продукта. Красный лак «Риммель Про». Он называется «Ривьера Рэд», 323 номер. И вот такой вот ноготок 3 в 1. Это и основа, и закрепитель, и блестящее покрытие. Из бюджетных средств очень даже ничего. Мне нравится, нормально работает. Также я использовала вот такие блестки на безымянном пальчике. Ну, мне нравится как-то немножечко выделить. Не знаю. Вот так вот буду носить. И добавила еще парфюм «Шанель Шанс Тендер». Остень. Мне кажется, для него самое подходящее время. Потому что летом он у меня был как-то сладковат. И мне даже показалось, что он мне вообще разомравился. На этом буду с вами прощаться. Вот такая вот косметичка на эту неделю. Надеюсь, мы с вами что-нибудь снова закончим. Надеюсь, что у нас это получится. Большое спасибо вам всем за внимание, за ваши комментарии. Я вас люблю. Оставайтесь со мной. Всем пока.